Глава города лично прогулялся по пятому избирательному округу вместе с местным депутатом Галиной Бачковой. Одна из ключевых точек визита – рынок на улице генерала Хлебникова. Его давно предлагали демонтировать, однако жители высказались против. Поэтому теперь точку торговли и территорию вокруг будут приводить в порядок. Разбитая дорога, машины приезжают, выгружаются, даже через наш двор почти, рядом с домом. Это нас не устраивает, подойти к рынку – сплошная грязь. Около помойки ужас. Глава города нам, как говорится, сказал, что здесь пешеходные дорожки сделают, и там сделают освещение, там есть. То есть осталось только за мамой, как говорится, найти деньги. Дорога у рынка и правда в рытвенных и у хабах. Из-за большегрузов, которые привозят на рынок товар, ответственным за ремонтные работы здесь назначили хозяина рынка. Стало быть, если мы на этом участке закрепляемся и остаемся, да, мы, конечно, хотим приносить пользу, будет полезно им здесь. Безусловно, мы примем самое активное участие и в устройстве, и в подсыпке дороги, да, то есть мы должны быть, например, с управлением... Сразу будем договариваться о том, что вы не активное участие принимаете. А принимаете? Вы за нее отвечаете? Сами? Потому что техника ваша разгружает здесь продукты, да, питания? Вопросов нет, вопросов нет. Терминологию не будем оскорить. То есть дорога за вами? Дорога за нами. Другой путь к рынку лежит через грязь. На этом участке планируют сделать пешеходную дорожку до улицы Диановых. Отдельный вопрос касался самого здания рынка. Строение находится в крайне неудовлетворительном состоянии. Облупившуюся краску не скрывает даже наружная реклама. Главе города представили эскизы нового фасада. Ну, значит, по этому рынку все будет сделано в течение месяца. Соответственно, тротуары, дорожки, которые мы сейчас наметили, они зависят в том числе от погодных условий. Сами видим, какое у нас начало лета, и поэтому загадывать тут проблематично. Но я думаю, что в течение лета мы все это сделаем и отчитаемся. Следующая точка – улица Летчика Лазарева, район школы номер 56. Здесь проблема дорожная, вернее сказать, тротуарная. Посреди газона в сквере протоптана народная тропа. Как оказалось, местные школьники и родители предпочитают срезать путь до пешеходного перехода по траве или прямо по проезжей части. Детям и родителям, как оказалось, сложно делать большой крок, поэтому тропинка будет здесь начинаться и заканчиваться на улице генерала Хлебникова. Цена вопроса около миллиона рублей. Администрация города, меня поддержал глава в этом вопросе, и администрация города планирует летом этого года завершить эти все работы. Власти предполагают, что в начале учебного года школьный сквер порадует и учеников, и их родителей. А впереди у депутата пятого округа много работы. В планах благоустройство дворов, тротуаров, детских городков. Самый масштабный проект на июль – большая спортивная площадка с современными тренажерами. Мария Попова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.